15 декабря 2019 года петербургская интеллигенция простилась с Евгением Александровной Шлёнской, человеком, олицетворявшим истинно ленинградскую петербургскую интеллектуальность на протяжении нескольких десятилетий. Евгения Александровна родилась в Ленинграде. Ребёнком пережила две страшные блокадные зимы, тяжёлую эвакуацию и счастливое возвращение в родной город, в свой дом против Никольского собора. Уже в школьные годы Евгения Александровна отличалась особой начитанностью, глубоким интересом к музыке и театру. Она была одной из лучших учениц, но всё своё свободное время она заполняла посещением лекций в Эрмитаже, многочисленными занятиями во дворце и доме пионеров, абонементными концертами и спектаклями. И буквально с детских лет началось её увлечение судьбой декабристов. Большую роль в формировании личности и интересов Евгения Александровны сыграла её мама Кира Владимировна, человек, одарённый многими талантами. Учёбу в Ленинградском университете Евгения Александровна начала с химического факультета, затем перешла на филологический, и с тех пор театр, музыка, литература и история стали главными темами и смыслом её жизни. Евгения Александровна, безусловно, знаковая фигура в культурной жизни Петербурга. Свидетельством того являются авторские экскурсии по памятным историческим местам города и пригородов, работа в декабристской секции Музея истории города, выступления с лекциями в обществе Мемориал, цикл лекций в Российской национальной библиотеке «Жёны декабристов и декабристы в Сибири». Евгения Александровна – член общества «Театрал», филармонического общества, совета клуба знатоков при обществе охраны памятников истории и культуры, бессменный член Всемирного клуба петербуржцев с момента его основания и создатель городского клуба «Друзей Петербурга» в доме графини Софьи Владимировны Паниной. Члены этого клуба – единомышленники и соратники Евгения Александровны. Они сохранят и традиции клуба в изучении истории и культуры нашего города и продолжат большую просветительскую работу, которую вела Евгения Александровна. Евгения Александровна ушла из жизни 11 декабря 2019 года. Проститься с ней пришли представители многих общественных и культурных организаций Петербурга. Собравшиеся с горечью говорили об утрате одного из символов петербургского культурного сообщества, о заслугах Евгения Александровны в изучении и распространении знаний о русской истории и культуре, о роли Петербурга в исторической судьбе России. Первой взяла слово заместитель председателя Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Захарова Наталья Евгеньевна. Евгения Александровна нас объединила. Если мы друг на друга посмотрим, каждый из нас может сказать не одно слово, а много слов теплых, радостных, удивительных, за которые Евгения Александровна в нас боролась. А как она боролась? Вспомните, утром бежит с таким рюкзачищем, всех пытается одарить своим теплым словом, газетой какой-нибудь, журналом. Потом приходишь на концерт, она там, в первых рядах. Посвящено что-то поэзии, она там. Последний раз мы встречались с группой, как раз я была, посвященной памяти Лермонтова. Это наша была последняя встреча. И нам повезло, мы с вами счастливые люди, что она озарила нас своим присутствием. Кто-то еще скажет, наверняка много можно сказать. Наталья Александровна Барышнина, член клуба «Друзей Санкт-Петербурга». Она была настоящим человеком. Она была патриотом своей родины. Она очень любила свою родину. Она очень любила Санкт-Петербург. Она готова была для этого отдать и жизнь, отдать все и здоровье, и себя. Я хочу сказать большое спасибо Евгении Александровне за все, что она сделала для всех, для всего города нашего, для всей нашей страны. Не побоюсь этого слова. Я хочу, чтобы мы запомнили все, что она сделала, и чтобы в наших сердцах это все осталось навечно. Чтобы память о ней осталась навечно. Я хочу сказать большое спасибо, Евгения Александровна, за Вашу любовь, за Ваше внимание, за все, за все, что Вы делали для людей. Вы говорили, что Вы приносите счастье. Это было так, потому что Вы действительно приносили счастье каждому, кто был рядом с Вами. Шумская Галина Петровна, актриса. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Посчастливилась 40 лет назад познакомиться с Евгением Александровной. Но для меня она всегда была Женечкой. И 24 года мы с ней сотрудничали. Женя была эрудированнейшим человеком, блестящим литературой ведом, отличным историком, очень музыкальным человеком. Правда, прямо она не занималась музыкой и вокалом, но по природе она была очень музыкальным человеком, и это проявлялось в том, что она выбирала темы для своих лекций, для экскурсий, всегда связанные еще и с музыкой, с композиторами, с музыкантами. И вот 24 года, в течение 24 лет, мне посчастливилось сотрудничать с ней именно на небе наших совместных с ней мероприятий. То есть она меня просила в ее лекциях давать музыкально-вокальные иллюстрации. И за 24 года мы с ней исполняли множество раз 10 различных тем. Ну и самая великолепная тема, то есть все темы были великолепные, но такая тема, как музыка в жизни декабристов, мы с ней эту тему исполняли в различных библиотеках, но прежде всего в библиотеке Маяковского, и в санатории Черная речка, и во дворце Пионеров, и еще, да, и библиотеке на Невском 20, и в библиотеке имени Есенина на Лиговском проспекте. Все вот эту тему мы неоднократно повторяли и производили. Кроме того, у нее была великолепная тема музыкальный салон Зинаиды Волконской, и тоже эту тему многократно мы с ней вместе исполняли. Кроме того, она любила отмечать юбилеи композиторов, но каждый год ведь композиторов, юбиляров можно насчитывать не менее 30-50 человек. И я бесконечно благодарна Евгении Александровне за то, что она, приглашая меня в свои темы, естественно, создавала для меня возможность осваивать еще какие-то произведения, которых еще у меня не было в репертуаре, потому что она мне всегда заказывала конкретный набор арии, романсов, фортепианок, пьес. Кроме того, я очень благодарна Женечке за то, что она меня привела 28 лет в клуб знатоков города. Она пришла в клуб знатоков города в первый же год создания этого клуба при Обществе охраны памятников истории и архиакультуры. А вот в 1991 году она меня привела в этот клуб знатоков города. И она была блестящим представителем нашей советской и российской интеллигенции. Низкий ей поклон и вечная-вечная память. Кузнецова Камила Эдуардовна, председатель декабриской секции Музея истории Санкт-Петербурга. Прощаюсь от имени декабриской секции. Мы с ней задолго до декабриской секции встретились в середине 80-х годов и с первого дня, с первого самого дня первая семерка, и Женя была в числе этой семерки 32 года тому назад в крепости Петропавловской. И вот все эти годы мы вместе, все эти годы. И то, о чем говорили, вспоминали сегодня, и за долгое время, что мы ждали ожидания приглашения в этот зал, на последнее прощание с Женей, переплетались наши пути, переплетались. Что-то одни вспоминали. Огромный пласт культуры она несла с собой. Во все те клубы, общество в которых было, в том числе и в декабриское. В декабрискую секцию нашего города, мы теперь так говорим, декабриская секция нашего города, подняла своим энтузиазмом, своим предложением, и вся секция занималась в год 160-летия перехода декабристов на каторги из Щетинского острога в Петровский завод, в тюрьму Петровского завода, чтобы мы этот путь изучили по воспоминаниям. И мы его изучили, все секции, и собрались на коллективную поездку. Был это 90-й год. Евгения Александровна говорила, пешком, пройдем этот путь пешком. Ну, на это поднялась только она в сопровождении еще одного человека. Остальные, к сожалению, конечно, к сожалению или как, но во всяком случае, это был героический переход Евгения Александровна по пути, не полностью, но сколько хватило ее сил. О чем написала она книгу, наверняка у многих эта книга есть. В тех работах, которые написала и издала декабристская секция, обязательно есть вклад Евгения Александровна. Камила Эдуардовна говорила о книге Евгения Александровны «Декабристы позвали в дорогу». Записки современной идеалистки. Мы прощаемся с большим чувством горечи и большой потери. Евгения Александровна, Женечка, вечная память этой замечательной женщины. Елена Львовна Белькинт, филолог, подруга и однокурсница Евгения Александровна. «Университет, первый курс, семинар Виктора Андрониковича Мануйлова и наша первая встреча с Женей. А потом вот эти 50 лет все время были вместе. Хотя дозвониться порой было невозможно, увидеться было еще труднее. Она все время где-то была, но всегда была рядом. И за это вот тебе, Женя, огромное спасибо. Вчера по радио, вы, наверное, может быть, слышали, была очередная передача «Новый кругозор». И Федор Двинятин рассказывал о Полонском. Я думаю, что в клубе Женином 200-летие со дня рождения этого поэта отметят обязательно. Прочитайте тогда, русничек, музыкант, потому что там практически описано то, что происходит сегодня у нас. А я прочитаю свое стихотворение, которое вот сочинилось в этот день. «Смерть окружает со всех сторон, ближе подходит, ближе. Да, неизбежно, такой закон. День тишины, все тише. В памяти верных друзей живи жизнью книжно-бумарной. Мысли в тетрадку свою пиши, кто их найдет, неважно. Легче жилось, когда было кому, и рассказать, и поплакать. Тихо уходится ночную тьму. Общая наша память». Спасибо тебе, Женя. Галина Израильна, школьник, исполнительная директора общества «Мемориал», рассказала о множестве циклов прекрасных лекций и экскурсий, проведенных Евгением Александровне, и об огромном значении для мемориальцев общению с этим уникальным человеком. Галина Израильна также сказала о том, что Евгения Александровна заслуживает звания почетного гражданина Санкт-Петербурга. «Мне хочется верить, что это звание будет ей присвоено. Светлая ей, добрая память. Спасибо». Валентина Григорьевна Кузнецова, председатель клуба «Друзей Петербурга». Это клуб «Друзей Петербурга», который она основала 19 лет тому назад. Вот в октябре мы как раз отмечали этот день, и она очень переживала, она в это время была в полиции. И я дала ей слово, что мы никогда, никогда не расстанемся, и всегда этот клуб будет существовать, пока мы все живы. Этот клуб дал нам очень много, потому что я знаю по себе столько книг за это время, за эти 6 лет, сколько я прочитала, наверное, за всю свою жизнь и могла прочитать, потому что, все вы знаете, мы работали, все работали, работа, дом, семья была не до этого. Она была исключительно эрудированным человеком настолько, что мы всегда поражались, восхищались ее эрудицией, ее интеллекту. Стоило только прочитать какие-то две строчки стихотворения, она тот же его продолжала, стоило вспомнить какую-то дату, она все это продолжала и знала, она могла наизусть читать. Невероятное количество стихов она знала, так много, что оставалось только удивляться. И мы всегда ее поздравляли с днем рождения стихами. И у вас было стихотворение, вот я помню, что я ей написала, что все знают ее имя. Имя это простое, Евгения Антиклопедия. Ее действительно так можно было назвать, потому что ее эрудиция была просто блистательная. Я думаю, что мы всегда будем ее помнить, до тех пор, пока существует наш клуб. Никогда ее не забудем. Никогда. Баронина Наталья Васильевна. Клуб «Друзей Петербурга». Книга написала Евгения Александровна про свое путешествие по следам декабристов в Сибири. И вот я, поскольку экскурсолог по пушинской тематике, то вот хотелось бы напомнить вам те строки Александра Сергеевича, которые посвящены декабристам, и которые начертаны рядом с Петропавловской крепостью, насылья, посвященные гибели декабристов летом 26-м на Кронверке. Надежды, дружбы, тихой славы, Недолго тешил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман, Но в нас горит еще волнение Под гнетом власти Кроковой, нетерпеливую душой Отчизны в дневном трепетании Мы ждем с надеждой упования Минуты вольности святой, Как ждет любовник молодой Минуты верного свидания. Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы. Прощание друзей и церковное отпевание закончились, но личность Евгения Александровны так взволновала священника, Что за включение церемонии Он сказал несколько проникновенных, Неканонических слов В адрес этого необыкновенного человека. Сколько собрало народу, Это женщины. Поэтому, дай Бог, Нам всегда самим так жить, Не о себе, только мы, И с вашей стороны, Искренная молитва. Пусть всегда живет в ваших сердцах Об этой вашей подруге, Родственнице. Дай Бог. Пусть вечная память Останется в ваших сердцах. Всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин